Пускай засунуть. Так, зови там его. Так, Сережа, не теряйте время, поскоряй. Вот сюда сместите, дети, подальше маленький. Да пойдет, нормально. Да ладно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к галатам святого апостола Павла, 6 глава, 17 стих. Толкование блаженного феофилакта болгарского архиепископа. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Толкование. Это говорит он не как утомленный и обезнадеженный. Попробуй, что делай. Да и как это возможно тому, который увещевает на стой во время и не во время. 2 Тимофею 4, 2. А из желания, чтобы данные им постановления были непоколебимы. И чтобы галаты не ждали от него ничего другого, но были убеждены, что он так проповедует. В оправдание, говорит он, против тех, которые говорят вам, что я лицемер, и в других местах проповедую обрезание, я имею язвы и напасти ради Христа. Ибо они сильнее всякой горечи свидетельствуют, что я подвергся опасностям не за закон, а за учение Христово. И не сказал имею, а ношу, как некий трофей или царский знак отличия, и горжусь ими. Ну, хотел сказать, тут как раз об этом, говорит, просто мы их не рассматриваем, а вот, пожалуйста, апостол уже знал это и рассматривал людей. Как всегда люди могут быть или интересующиеся, или просто любопытные. И вот галаты здесь проявили не интерес, а любопытство, оказывается, как все люди, простые мирские люди или там язычники, мусульмане, хоть кого возьми другие. Христианин должен быть интересующимся. Вот мы сегодня там проходим геополитику, там еще что-то, но все это на основе Слова Божьего, на основе Евангелия. И апостол Павел им говорит, да, конечно, любой человек любит знать что-то новое. Это вот как в Ариапаге. Вышел я, говорит, разговаривает с ними, и написано, а они любили всегда, эти греки, чтобы что-то знать новое учение. И вот, и это новое учение они увидали до того, что пригласили его туда, в Ариапаг привели. Что, давай-ка рассказываю, это интересно. А потом послушали, послушали, и все, они поняли, что это не то, а какой-то Анастасии нам рассказывает, это мы тебя потом выслушаем, и, говорит, вытолкали его. Все, неинтересно стало. Любопытное, нету интереса. И то же самое проявили галаты. Галаты залюбопытствовали и попали к сатане в сети. Начали выслушивать новое учение, и тут опять получают послание апостола Павла. А он говорит им опять то же самое. Вы новое хотите услышать? Ничего нового не будет. И начало какое у него было? Даже ангел будет благорестовать? Не то, что я благорестовал, а анафема. И еще раз повторяю, там два стиха подряд, а анафема. Я, что говорил, другого не скажу. Как бы вы не любили что-то красноречивое, что-то новое, нету другого. Спасайтесь вот тем, что есть. Почему? Потому что Христос был, есть и будет вовеки тот же. Учение неизменно. Ивангельское. Вот сейчас говоришь, а мысли у меня такие, опять одно и то же, опять одно и то же. Так у нас, если церковь, стопы, утверждения истины, как может... А люди думают, что что-то новое услышат. Новое это, может быть, и услышат, но сам каркас... Догмат, что это? Столб неизменный. Канон. Их невозможно изменить. Я говорю, хорошо забыть о старой новой. Вот сестра. Хорошо сказал. Хорошо сказал о развитии. Когда я освободился, то меня допустили до моего дела, там, в томах. Это закон гласит, до реабилитированных можно. И вот одна душа говорит так. Так, откуда у меня книга об архиепископе Луки воина Сенецком-то? Не знаю. Я всех просил приносить что-нибудь новенькое. Ты не знаешь, кто это так говорил? А? Я спрашиваю, Валя. Да. А? Знает кто? Да, она же, наверное. А вот читай впереди, кто тут сказал это. Вот, специально взял. Под пальцем, под пальцем. Ну, читай. Барышникова, Валентина, Алексеевна. Я люблю что-нибудь новенькое. А сейчас говорят, знаете, Олег Пагид, это смотря что новенькое. Она желала услышать новое обои. Это похвально. Да. Поэтому она здесь и находится. Да. Ну, до сих пор. Понятно как. Это те же самые слова, которые тогда говорили. Значит, она нелюбопытная, интересующаяся. Что-то новое. Она так и сказала, записана. Аминь. Новое, говорит, хорошо забытое, старое. А ведь действительно пословица не на пустом месте. Ну, все, пошли. Вами человеческая коротка. 18 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Садухом вашим, братья. Аминь. Толкование. Этим пожеланием им показывать, что не гневу и не ненависти все, что не по гневу и ненависти все это высказал, вышел. И в этом заключается не только пожелание, но и наставление, запечатлевающее все сказанное. Ибо напоминает о благодати, которую они получили через закон. Простите. Ибо напоминает о благодати, которую они получили не через закон, а верой во Христа. Напоминает. И не сказал с вами, но садухом вашим, удаляя их от телесного и показывая, что не от закона, а от благодати приняли с большой буквы духа, и что не закон и не обрезание, но благодать может сохранить их в них духа, так же, как и сообщила его благодать. Его с большой буквы духа святого имеется в виду. А назвав их братьями, напомнил тем о купеле, от которой мы становимся братьями, чадами, единого с большой буквы отца Бога, а не от закона. Да будет же и с нами благодать Божия, так, чтобы нам жить по духу и греховной нечистотой, не утратить божественного освящения утешителя, но всегда приумножать в себе оно во Христе Иисусе Господе нашим, который явил жизнь новую и духовную, уничтожив ветхую и плотскую. Ему слава вовеки. Аминь. Вот это место хотелось приблизить к сегодняшним днём. Сегодня брат Игорь рассказал об Игире, исламское государство. А с чем можно сравнить? Говорят, да это то же, что коммунисты по всему миру хотели распространить. Второе. Это то, что фашисты хотели распространить учение свое. Это не то, хотя и похоже. Дело в том, что коммунистический режим мы захватили, а в фашистском я встречался, кто там был. У них этого не было. Библию никто не запрещал считать. Никто. Это не считать. Вот показывает. Ну нашелся мусульманин, он обратился и читает. Библию читал. А они ему пальцы вот так кинжалом разрезают на лапшу, но они не отрезают, что туда грязь и что болело и не мог перелеснуть. И показано крупным планом. Это что? Ну ясно сатана. Это сатана вылез из преисподней. Дальше. Меня вызывают в лагерь я сижу, арестованы уже от безбожной коммунистической власти. И другая нация сидит, мусульманин. Рор, зверь просто сидит. Его по-другому не назовешь. На его совесть убитых столько было. Ну и меня спрашивают, что веришь? Я говорю, верую и исповедую. И он как сидел по руке ударил, но как-то скользко, не больно-то. А рядом сидит политработник их, курьеров, кажется. Что-то они за горгатами по-своему. А он, кто-то ты не знает, который ударил-то? Рор, режимно-оперативно-работник. Звучайно. А этот-то по политической части-то, да-то он хороший. Мне почту отдаст, скажет, это нельзя вам давать, это из ООН. О, Абас Хадатайс тут, это из Японии. Садись, посчитай здесь. У меня тетя Тоня умерла. Ну и он меня вызвал, вот вам пришла телеграмма, что умерла самая близкая моя подруга. Ей 75 лет было, и она 10 дней меня не дождалась. Вам что-то нужно? Я говорю, мне нужно одному побыть, помолиться. Он меня в кабинете запер, я там выплакался, как хотел. И между собой, когда они за горгатами, а он сказал, видимо, я догадываюсь, этого человека трогать нельзя. Его ведет Московское КГБ. Там черта, там написано красными прикасайтесь. И он сразу, ну, так вы по-славянски считаете, ну, да нет, да. И, видимо, он сказал, что он может доложить. Доложить это очень большая беда для них. На их звание полковник, кто не посмотрит. Это четкая система. Тюрьма, это не армия. В армии еще можно безобразие. В тюрьме нельзя. Там тебя подвешивают. И вот они между собой. А ИГИЛ нельзя перекрестить. Мы были в Турции. Когда она задержала русская мафия, там, в Турции-то, мы 12 часов стояли на верхотуре и молились. И я прямо напротив отделения их полиции. Ну, до полицейской двери было шагов, допустим, 30-40, не больше. А тут стекло. У нас видно всему миру было. И мы молились. И ни один не сказал. То есть это мне не запрещали в тюрьме молиться. Ни фашисты, ни коммунисты запрещают молиться. Принародно. То есть это ясно новое. И все это они берут из своей священной книги. Которая называется Куран. А у нас Евангелие, оно называется Инжил. И говорят, да у них тоже, что у вас там написано. Нет. Если у них написано, мусульманин перешел к православию, там написано, убей его. По велению, убей его. Где у нас написано? Они до края земли несут взрывы, убийства. У нас написано, идите и проповедуйте Евангелие. Добрую и весь Христос умер за нас. Одно дело умер за нас, другое вы все умрете за наши идеи. Вы обязаны умереть. Эта книга не считается экстремистской. Лицемеры местным государством недавно внесли ее. Запрещенные книги экстремистские. Мигом разблокировали. Более экстремистской книги, вызывающей вот это вот. Это их. Я когда был, ночевали в доме Мулы, я сказал, оследать капитры сейчас тем, которые боевики, и вам, которые местные, не радикалы, то победа будет на их стороне. Они исполняют точно по своей книге. Там написано, язычникам, вот там, которые живут из Идида Акалава, там их немного было, тысяч 20 что ли всего, язычники. Но они не приняли мусульманца. Мужчин, сразу же предложили всем, приняешь мусульманца, нет, тут же застрелят. Тут же при детях сразу в комнате стрелят. Маленькие мальчики взяли, там до 12 лет, допустим. Сразу учат их убивать и подрываться на этом. Женщины все наложились, тут же за деньги продали, это миллионные барыши идут. А христианам, христиане, люди Писания, этого нельзя делать. Да какие мы люди Писания, когда 900 лет не было Евангелия в руках? Они нам слишком высокую цену дают, люди Писания. К нам относятся именно так. Но вы другое дело. Я когда у них зашел в мечеть и стал молиться, мечеть, это их церковь где. И там вот так вот по периметру огромное, и сидят все с бородами там, ребятишки которые, это у них промежуток был. И вдруг я захожу посредине мечети, широко крещусь и кланяюсь. Здесь, главное, носки-то рваные, у них надо обувь-то снять. Я носки скинул босиком, а которая меня сопровождает. И она говорит, это женщина, нельзя здесь, она за машиной куда-то сразу зашла. Я последним поклонился, поклон и поклонился, как они, руки сложил им, молюсь. Когда я с молитвы поднялся, вокруг меня уже тесным кольцом стояли они. Это надо видеть, какие лица были. Это здесь было, город Баку, Азербайджан, в 13-м году, в 14-м. Вот и все, отпелся соловей. А я им начал говорить. Вы видели, как будто бы световые тени падают, и как лица у них меняются. Один подходит, а я тоже там был, я знаю, другой, я там учился в Санкт-Петербурге. Разговор такой пошел уже. А мы едем, вот у вас были сейчас в Баку, это столица их, книги нашего, там у них теперь, я в национальную библиотеку везде дарил мусульманские страны. И дальше уже пошел разговор. Понимаете, по написанному не сходится. По отношению ко мне, мы люди писания, они не имеют права меня трогать. Они меня должны сделать рабом, то есть, ну, без всяких там прав, может быть. Но чтобы я платил закят. Налог. Налог. Ну, налог мы здесь платим, какая нам разница-то. Но христианам даруется жизнь. А им говорят, а почему вы в Европе французов, немцев простреливаете? У вас же написано, люди писания, не трогайте их. А где вы люди писания видели? Вы видели они? Вот он в интернете выставил, он уже 55-я жена. У него 40 наложниц. У нас написано, разрешается 4 жены. У вас не разрешается. Зачем вы это делаете-то? Нам отвечать нечего. И так что ИГИЛа – это бич Божий на нас. Чтобы нам напомнить о небе. Узначно. Вот как. Я верю в великую силу Божию, которую мы получаем через молитву. Вот чего я хотел быть рядом и знать, и молиться. Чтобы Бог показал вам, чтобы снаряды, которые падают на голову, могли оставить их живыми. Напроситься на самый передний фронт, где у них рвут. Моя задача через молитву ударить по сердцам людей. Вы молитесь, и я буду молиться. И тогда увидим, на чьей стороне правда. Я на одну молитву только надеюсь. Я уже планы свои приоткрываю. Ну вот представьте, Василий Великий – это такой известный архиепископ. Ну и на один храм претендует Ариане. Ну как бы там, на ножах пусть он. Он говорит, давайте договоримся так. Вот сейчас соберемся в определенный день и будем молить. Вы будете молиться первые, Ариане. Храм этот закроем на замок. Там сепис вяжем, опять замок. И молитесь, чтобы это все отлетело само по молитве. Но если не откроется, не откроется, тогда мы будем молиться. Мы, христиане, мы покажем молитву. Но если у вас не откроется, ну тогда дадим вам храм, от этого уйдем. Да как, у них не открылось, у нас, а почему мы должны отдавать? Это уже прихожане Василия Великого. Ну явно несправедливо. Он говорит, конечно, несправедливо. Так мы же на Бога надеемся. Понятно? Сколько человек велик умом своим. Да как, а может, не откроется. Откуда я знаю? Бог знает. Ну Бог может откроется? Конечно может. Но и ключа-то нету от храма. А не свое. Давай молиться. Ариане молились, скакали, говорят, до обеда кололи себя, как пророк или ничто не открыто. Ну, православные, напряжемся. Давайте помолимся. Господи, услыши нас. Нам этот храм так нужен. Еретики вот стоят. Ты же им не ответил, а мы православные. Услыши нас, Господи. Покажи, что ты с православными. И вдруг раздался треск. Как рванулась, с косяками дверью выбросилась с замками вместе. Заходите, православные, молитесь. И все на Василия Великого глядят, как на ангела с неба, как на архангела Михаила. Вот этого вера. Нам чего не хватает? На нас нападают. Мы не можем отвечать тем же. Гоняйся за ними, вокруг меня там колготятся. Я могу только молиться. Вот один из гонителей обращается. Я в тюрьме сижу, меня судят, меня завинтили. Не вдохнуть, не вздохнуть. А я молюсь. И следователь обращается, каяться. Следователь. А специально, краевая прокуратура. Это не просто так. Мало того, так ищет, где правильно креститься. И потом встречается и говорит, я полное погружение принял. Начальник тюрьмы, он призван меня давить. Наложил на узы. И стражник демолелись день и ночь, говорит. И вдруг начальник меня раз вызывает другой. Умирает по-христиански. Вот какое нам оружие Бог дал. Я рассказываю не басни. Это город Барнаул, СИЗО, 17-1. Первый, который обратился, это Петаль Николаевич. А начальник Соломин Александр Семенович. Вот как. Поэтому надо бороться с ИГИЛом. Надо бороться с евреями, с мусульманами. На оружие везде одно, любовь. Оказать любовь. А как показать любовь? В этом пускай нас научат священники. Пусть научат Святая Библия. Как? Как Христос. Не жалея своей жизни. Вот малое слово. Помолите, чтобы Бог как-то мне дал знак. Отправлять. Или не отправлять Крамзану Кадырову письмо. Даже это я не знаю. Мне охота отправить. И в то же время отовсюду. Ни один меня не одобил человек. Ни один. И вдруг подряд на неделе два знамения. И поэтому думать надо. Так, ну с помощью Божьей мы закончили послание Галатам разбираться. Начнем, наверное, к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Попутно скажу. Вы знаете, вот в Новом Завете 4 Евангелия. 4. Деяния апостолов 5. Послание и откровение 6. А всего 27 посланий. Осталось 21 послание в Новом Завете. Какое самое строгое такое послание? Самое суровое, самое гневное. Буквально камень дробит из сердца человеческие. Какое? Такое, что живого места не оставляет. Ни одного ласкового слова не сказано в Писании. Послание. Сиди ты. Рядом сидел, слушал. Он руку поднял. Смелый. Кто со мной был? Ну я докажу это в течение одной минуты. Ну, 21 послание. Какое самое строгое, которое больше всего священники не любят? Послание к римину больше всего не любят мусульмане. Они его терпеть не могут, зубами бы взорвали. Но есть одно послание, которое православные не любят. Готовы его слопать. И сжевать. Потому что каждый сих против православных. Каждый. Притом с таким гневом, что кажется, гневнее даже нельзя сказать, что мы хуже демонов. Не ставишь. Ну? Каринфином. Не. Что я говорю? Каринфином такое есть мнение. Это для блудников. Каринфином. Каринфином. Ты вот спроси, Сергей. Он знает, что с пятой седьмой главы не вылазит. Каждый день читает. Значит... Ну, гала там вот такая строгая. Не знаете. Никит, скажи. Апостола Иуды. Понятно. Он знает. Значит, Никите очень полезно было здесь быть. Послание Иуда. Одна глава. Хотите послушать? Отвлекись на минутку. Посчитай. На всякий случай. Послание Иуды. Это святого Иуды. Святого, конечно. Апостола Иуды. Ну, апостола, святого апостола Иуды. Самое гневное послание. А мы-то Павла смотрим. Вообще, в церкви не трогают. Боятся папы. Его как огня боятся священники. А его и нету в чтениях нигде. Иуды нету в чтениях даже. Иуды нету. У меня очень большие вопросы. В Слове Божьем есть. К высшестоящему начальству. Вы канонизируете Матронушек. Ксению Петербургскую. Почему они канонизируют Ездру? Равно моему нету во Вселенной. Сколько он для церкви сделал. Идите, садитесь все, слушайте. Девочкам дайте бумагу. Пускай рисуют. У нас места хватит. На тот стол посадите там за стол. И бумаги хватит. Так, не отвлекаемся. Игорь, посчитай. О, Василий, должна заедать. Там вообще... Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены. Иисусом Христом милость вам и мир, и любовь да умножатся. Это поприветствовался. Все на этом. Возлюбленные. Еще одно. Имея все усердие писать вам об общем спасении. Об общем спасении, да. Я имею усердие писать о крещении, о покаянии, о любви Божией. Придите труждающиеся, любить ближнего, зацеловать головки. Это батюшкам говорит. Я, говорит, не хуже вас знаю, как любить надо моих старушек. Но! Вот это дальше. А он до этого места попу считает, дальше не считает. Ну, полпредложения, и все замерзло. Что дальше? Но! Я почел за нужное написать вам увещевание, позвязаться за веру, однажды преданную святым. Вот. За веру евангельскую, не за православную, не за католическую. А православная-то вера евангельская. Это они даже не нюхали православные. Попы. Епископ они не знают. Они знают церковные структуры, без них никуда. Двери райские закрыты. Это надо так людям замуникуртизировать мозги. Епископ, нету, и все, я раскольник. Да бог-то разве спасает через эту структуру, которую Санин с Берей организовали? Нет. 4 сентября 43-го года? Нет. Что дальше? Ну вот, теперь начинается это но. Вот но. Ну теперь слушайте. Я могу о хорошем говорить, любить. Он говорит, но! Но! Вы не в этом нуждаетесь. Вы в гное ран своих. В грехах. Вы хуже мирских людей. Но! Я беру меч и начинаю отсекать это гнилье от вас. Дальше. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению. Нечестивые. Так, вкрались. Так они крещеные, они епископы. Вкрались. Это волки проликли через награду. И они все под себя подминают. Это градущий зашел, как волк. Подкопался и вошел. Это тогда было, первый век. Нечестивые. Они от вечности предназначены для ада. Они не прописаны на небе. Они прописаны там. У сатаны прописаны. Там, в той домовой книге. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Так, остановись. Благодать. Что? Значит, у меня благодать, я прощу. Не прощу. Все. И поэтому, чаще исповедуйте, чаще прищащайтесь. Благодать к распусту. Грешник. Пришла, аборт делает. Незамужняя нажила дитя. Там, семь, десять лет от учения. Ничего этого нету. Ну, там, десять поклонов сделай, двадцать поклонов. Без эпидемии, допускающие до причастия. А таковых почти сто процентов. Губят из себя. И так допускают. И англотоуст. А, вы только злитесь. Понимаете как? И они считают, самый злой епископ. А я говорю, вы знаете, что был Серафим Саровский? О, тут они все знают. А Иона, митрополит киевский. Он святой, на иконах стоит. Вы его знаете? Почему про него ничего не рассказываете? Иона, киевский митрополит, скрытый священством. Вообще скрытый. О нем никогда ничего не говорят. А почему? А он жил по этому вот. Он жил. Когда к нему приступали и говорили, да люди сейчас немощные. Ну, что сравнивать с первым веком? Да сейчас люди совсем немощные. Ну, в десять лет женщине на забор дай. Да она больше не придет. Какие вы жестокие. А он ответил так. Святые не показали пощады. И от нас ее не будет. Митрополит киевский. Эти попы, которые допускают до причастия, они любители, любят. Это волки, самые хищные. Губители. Ни один не пройдет мимо врат, который Господь указал. Я есть путь истинной жизни. Он есть здесь весь. Считайте дальше. С новостей. Начни этот. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Святые иконы миротащивые, благодатный огонь, пояс Богородицы, Спиридонова туфли, что угодно, отвергаясь единого благодати. Сейчас мне сообщают, а у нас еще здесь толпотворение. Привезли туфлю Спиридону, поклоняются и целуют. Туфлю. А почему? Так а вы не знаете чудо какое? Он же в гробу лежит, непохороненный, рака. И там отверстие такое, ногами-то он сюда лежит. И каждый год его переобувают. А потом запечатают и все. Надевают новое на него, там ботинки, я не знаю, там кеды или что. А через год-то открывают, стоп-то на все, стерто. Он ходил, людям помогал. А кто-нибудь видел? Не видел, мол, обувь-то это лучшее свидетельство. И эту туфлю теперь везут и поклоняются. Это мне в сепархии звонят в другой. Ну и что? Отверглись единого Господа, искупившего нас. А боги-то православного почти ничего не знают. Они знают, вот Ксения Петербургская, Матронушка, теперь крестный ход надо сделать, чудотворная икона. Это не запрещено, не запрещено нам. Но это на 118 месте находится. Но пока живи по 118-му псалму. Прочитай хотя бы один раз. У нас тут был один отрок, его не видно. А я поступлю в университет. У него один университет есть, но кто-то стал говорить, а что тебе университет отдал, что ты не соображаешь еще, а я второй кончу. И начал пугать. Я говорю, знаешь, что, дорогой, а у меня священники тут сидят дома. Давай договоримся так, ты больше этого говорить не будешь. Ты хочешь всем доказать, что ты умный. Память есть. Так вот, возьми и выучи псалтыр наизусть. А архиепископ Геннадий никого не рукополагал, даже бияконя, пока не заучит наизусть псалтыр. Вот это был конкурс. А он говорит, ну это я выучу. Я говорю, ну начни, ладно, все тебе не выучит. Ну один салон 118-й, ты можешь? Могу. Давай распишемся. Если не выучишь, больше не будешь пугать университетом. Ну распишемся. Священник, он сам расписался, он все еще член общины. Все еще, да, семинарист наш. И вот что дальше? Тихо. О, молча, молча. И вот получается так. Он начинает учить. И учит 6 стихов. Я говорю, каждый день, будешь мне говорить. Он 6-й-то заучил, 7-й стих. Считает, первый забыл. Восьмой считает, второй забыл. У него, кажется, память ровно на 6 стихов было. У меня из старобрядцев один приезжал, Густинов Сергей. Он 118-й псалом на молитву считал наизусть. Без единой ошибки. А встречался ли вам кто-нибудь, кто знает, салтыр наизусть? Бог спас меня от этого. Никто не встретился. Знал его по-славянски протопопом вакуум. И похоже, он Евангелие в руках не держал. Только вот этот псалом. Каждый день он считает, папить была у него неплохая. Вот доказательство. Осаживать надо знанием священного признания. Заучи наизусть послание к Иуде. И тогда делай реформу в сердце своем. Дальше. Пятый стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших, погубил, и ангелов, не сохранившись. Погубил. Об этом надо говорить. А вы знаете, что Израиль выходил из Египта? Знаем. А вы знаете, что от 20 лет и выше считали, когда 600 тысяч было? 600 тысяч. Женщины в счет не брались, только воины брались. 600 тысяч. А сколько вошло 2 человека? А остальные, остальные, Бог убил их и зарыл песок. Через 40 лет. Так они не воевали, они не в партию, не вступали нигде. Просто они не поверили, что Бог силен сделать это. Они роптали. Бог дает им манну, а нам охота огурцов, лук урепчатого, как мне чесноку дай. Рыбы. Рыбы. Так вот, они хотели этого. И Господь, а может ли Бог, они так разоградят, давайте Бога подражним, а может ли Бог в пустыне пельмени нам приготовить на мясе? И Богу так не угодно было говорить, что Он дал им, и ели, и они не до губ было, а до ноздрей. А так как же так? Во рту не так перепелки и были, но когда они наелись, Бог сразу убил из них, там кажется, 18 тысяч. Еще пища в устахих. Написано в Псалме, еще пища их была в устахих. Да, Бог Господь убил их. 105-й Псалом. Вот как Бога искушать. Может ли Бог? Может, что ИГИЛ не захватит весь мир, это стопроцентная гарантия. И они не успеют. Не успеют. Что будет, я не знаю, или уничтожат, или они внезапно придут в разум понимания истины обратиться. Они поставили задачу к Китаю, если они, это вообще-то сумасшедшие. Это даже не сумасшедшие, а как говорится, шайтаны могут только думать. Я не хочу о них так говорить, я просто говорю так. А как будет? Над всем миром будет еврей. Еврей. Из колена Данова. И будет царство 42 месяца. Вот что мы знаем. А куда они не вписываются, потому что они будут сметены, как и христиане. Еврей. Перед кончиной мира будет. А где это известно? Ну, 13 глава откровения по коллекции. И так, понимаете, ты отцы. Считай дальше. Погубил. А какой процент? Кто знает математику? Напишите. Из 600002, это какой процент? Да, не большинство. Ну, подсчитайте, кто математика сильен-то. У тебя получится. Дайте я выясню. Ты считаешь отменно просто. Давайте. Безошибочно. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Показал, что он показал? Погибли все. Вы не думайте, что с вами лучше будет. Он для чего говорит? И ангелов на небе, которые свое достоинство принизили, Бог уничтожил, в чертей превратил. Вы лучше их или нет? Что интересно, Дмитрий Смирнов, уж кажется, ждать от него не приходится ничего. И он говорит, какая у нас вера? В Москве выступает правая рука патриарха Кирилла. Мы такие вот считают. У нас вера бесовская. Бесы веруют и трепещут, а это не веруют и не трепещут. Это правая рука патриарха. В московском храме, ну и на весь эфир, миллион, может быть, больше людей слушают. И написано, у нас вера бесовская. Он показывает, насколько мусульмане лучше православных. Здесь будут мусульмане жить, а не мы. Бог отдаст им землю. Это говорит священник московского патриархата. Дмитрий Смирнов. Глава ведомства по силовым структурам в армии, там, милиции, над всем это он. Дальше. Значит так. Вышедший погубил. На небе Бог не пощадил, погубил. Дальше. Как Содом и Гаморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью подверглись казни огня вечного, а поставленный в пример так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высшие власти. Это секс-меньшинство. Это гей-парады все. Их надо называть только такими именами. Содомиты. Священники. Они гей-парад устроили в Грузии. А священники-то знали, как они подняли весь народ. Кто с табуреткой, кто с кем. Разгромили, разбили. Все милиция не знала, как куда спасти. Все. Больше там их нет. Ни в Турции, нигде, гей-парады нет. Так взяли, так ты гомосексуалист на мужике женился. Ну и доказали. И показывают там высота здания. Еще отношающие 15. Его, видимо, связали и бросают. Бац! И ничего нет. Все прям официально заснято. У них ни одного нету гомосексуалиста. Нету. За 1300 лет ни одного нету. Ну и все. Вот у них что еще есть. Так что трепещи, земля, ощущение грядет. Ой, Господи. Вот он перечисляет. Теперь Содом и Гаморра и еще пять городов вокруг. Там были мальчики, девочки, красивые. Бог огонь пролил, море огня, и все сгорело. И ушло на то море. Не пощадил. И вот так будет и с вами. С этими мечтателями. Какое? Он собрал все самое страшное и сказал, вас, христиане, ждет это. Ждет это. Еще. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Да. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расклевают себя. А что бессловесные животные знают? Кушат спать. Бычки. Их не кастрируют, чтобы быстрее росли. Их от телок отделяют отдельно. Телочки в отдельном табуне эти. И они друг на друге как садовиты эти, эти бычки. День и ночь скачут. Вот он говорит, как бессловесные животные знают, этим расклевают себя. За иной плоти, иной плоти. Для мужчин предназначена плоть женщины. Прилепишься с ней и двое будет, и отстоите будет ребенок. А это мужик на мужике женится. Это другая плоть. И государство это одобряет. Что интересно, Путин это за это дело за рубежом-то как? Вы же просите сюда, почему везде свобода, а у нас нет. И он им ответил так, как можно только сказать, да сохранит его Господь. И он сказал, нам это не надо. У нас как же на женщинах женились, так и будут жениться. Вот так. Так что за Владимира нашего, раба Божия или не Божия, надо усилить маленькую. Он всем потер там нос за рубежом. Он не принял это, а его наставили, чтобы у вас разрешили, то другое. А их этих, когда вот выше, они как-то Санкт-Петербург, а там казаки, православное общество, эти гомосексуалисты как начали громить, полиция ничего не может сделать. Его хватают там и живут на счастье. Я не призываю к этому, но это показано было. А Франция, Германия, все сдались. Что интересно, Греция, православная страна, подписала свободу гомосексуалистов. А они на подачках живут. У них ни работы, ничего нет. Это самая нищая страна. Даже нищая, более нищая, чем Сербия. У них ресурсов нету никаких. Никаких нету, но решили разыграть, говорится. Туристическая зановка вся. Срамота. Ужас. Вот высчитали. Так, какой процент спасенный? 0, так, 33, 33, сто тысячных процента. Это, ты-то написал какой? В минус четвертой степени. 3 в четвертой степени квадрат, ну, показан корень. Минус 3 в четвертой степени. Вот 0 целых, 0, 0, 0 и 33 процента сзади. Сколько? Это надо было увеличить еще раз, два, три. Тысячу раз, если увеличить, спасенных, то будет только в 10 тысяч там, ну, где 0 и не умножается. 10 тысяч раз увеличить спасенных, будет 1 процент. И Бог нам напоминает, а вы все спасаетесь, чаще исповедуете, чаще прищищаетесь. Ад еще до конца не набили. Наоборот поставить, на исповедь приходить, второй раз с этим не приходи на неделю. Никогда не было, чтобы каждый день прищищались. Четыре раза в году на два разговения. Это все выдумка поповская сегодня. Это ад открыли. Не каноны, ни подготовки нету, ничего. Настоящей исповеди нету. И надо просто рукой махнуть к Петрофилю. Иди, прищищайся. Это все сказано в этом послании. Дальше. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. То есть самое отрицательное. Корей да панаверон живем в ад сошли. И он всех их перечисляет. Так, вот так. То есть из Ветхого Завета выбрал самые грозные места, где Бог изничтожал землю целиком. И это послание говорит ужас. Имейте страх Божий. Без страха Божия никуда. Священники первые должны показать покаяние здесь. Что в этом, в этом, в этом виноваты. А его закрыли послание. Вообще ни одной проповеди нигде нету. Не читается, ничего нету. Кто это назначил? Почему? Святые отцы в канон завели этот канон-то. Если он не нужен, его бы не было, его даже Мартир Лютер признавал. Дальше. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака уточняют объедаются. Объедаются, пузей наедают. И выходят, вот здесь когда были, видишь, страшно смотреть. Вчера мне сбросили и говорят, посмотрите, как православное обмывает мощи. Ну, скажу, не для слабонервных. Это старобрядцы видно делают. Как он стоит, видно, епископ, какой громадный. А потом повернули, там второй такой же, там третий такой же. И отпиленные ноги, вот так вот, мертвого, пальцы скрюченные, вот так. И вот он бак освещает, крест опускает, торжественно, торжественно. Так медленно, как будто атомную бомбу для полигона готовит. И вот опять поднимает кверху, и как будто первое испытание наступает. И вот опускает, дыры в этом. И вода еще, как стоит, как просто неживой человек. Показанный. Я думаю, он моргнет или не моргнет. Нет, не моргает он. У него это все за... То есть, опять это, и наконец ноги подносят. Оказывается, для чего? Теперь он берет губку, медленно вытаскивает. Это отпиленную ногу показывает, и теперь капает на нее. Вода туда стекает, и он стоит, как истукан. Просто надо видеть, как. Это на весь мир показано. это их люди. И весь мир это видит. А куда вода это девается? Все дают, вместо причастия дают, говорят, там все только не пишут. Господи помилуй. Понимаете, когда написано, даже похоронить мертвого, только мертвые могут, душевно мертвые. Идите, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А это выкопать мертвеца, теперь резать мертвеца, теперь все время обмывать и такой абак, который вот такой большой, да, видно, из хорошего, из какого-то материала, блещет просто. И вокруг народ, священники, и он стоит как видол. Так берет, так давит, так давит, сильно, видимо, так что из камня выдавит в воду. Нажал, потекло, капает. И нога сключенная, пальцы отпиливают. А вы у него спросили, многие пилипы после смерти? Ножовкой по металлу отпиливают. Это все в интернете стоит. А пилки потом куда? Считай дальше. А как с мощами? Честь оказать, похоронить, прах ты и в прах возвратишься. С песнопениями, никогда Игилу не победить. С гозилами. Они-то сразу эти головы хоть хоронят там где-то. А мы прям с мертвым телом будем идти на них. Представь себе, нас на колени не поставишь. И пьяный в луже лежит, русский, и грозит. Нас на колени не поставишь. Так а с какой позиции ставить-то? Один борец не покоряется, а другой в луже лежит. Нас на колени не поставишь. Как лежали, так и лежать будем. Показывают общежитие, девки перепились, а в туалете валяются голые. У вас брошенное все. Что вы говорите насиловать? Кого насиловать, когда все заброшенное? Это мы, это про нас, это все выстроено. Фотосессия России. Путин виноват. Да что он один сделает-то? Господи, дай ему добрых советников. Мне кажется, советники у него хорошие, но не верующие. Да, много. Господи, дай ему покаяние. На его совести столько, как Зоя Крахманникова говорил, человек с искореженной совестью в таких органах служил. И через него Бог это делает. Мы должны молиться за него, чтобы по-божески все было. Дальше. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Это никто так не говорит. Осенние деревья, так пустыня тут. Как? Бесплодные. Ну и так понятно. Не все. Дважды умершие, а то не все. Вырванные, исторгнутые. Вот он обрисовал картину. Кажется, какие только можно было бы гневные слова собрать, это все он обратил на христиан. А где еще такое? У Иронима Стридонского. О священстве. О нравственности священства. Что язычники от руки переписывали. Это мы считаем святую Библию. Вот когда мы это поймем, мы со всей серьезностью отнесемся к своему спасению и спасению подрастающего поколения. У русских будущего нет. Как выступает сейчас в фильме есть такое. Как называется? Смотрели там? Соба. Гром я... Да, да. Гром ярости, кажется. Ярость грома. Ну что-то такое. Ну такое. Гром и ярость. Где-то там подготавливают специальных людей там, таких боевиков где-то и потом внедряют в разные организации, чтобы они все узнавали. И одного посадили к наркомафии. Но ему как сын его убили. И он теперь их полковник на пенсии. И он решил, власти ничего не делают. Он решил сам расправиться. И он теперь едет по точкам, где они останавливаются. И по одному их уничтожает всех. Начальство выходит, он два пистолета в руках только строчит. Готово дело. И проръехал как каток с Санкт-Петербурга до Владивостока. А генерал говорит, если мы это не поняли, то у нас будущего поколения уже не будет. Это все будут наркоманы. Сейчас такое гонит зелья. Один раз укололся и уже никогда не отстать. А одного укола достаточно. А в школе не делает, играет, муткнул. И ты даже знать не будешь, он уже наркоман. И все это показано. Когда меня судили, я об этом писал. Тогда, в 86-м году я говорил об этом. А мне говорили, суди-то, где вы это берете, чтобы человек шел, ему укол сделали. А сейчас прямо показывает. Идет, садится в электричку, ему раз укол и все показано. Но если не знаете, посмотрите там этот, как называется, оперативный псевдоним Сармат. Все показано сегодня. А меня обвиняли. Но я говорил на 30 лет раньше. Магдеру убили, отдыхнули через газету тоже. Так что, а хотели уколоть сначала тоже. Думали зонтиком. В зонтике. Да, да, да. В зонтике, да. Помидоры у нас все рассыпалось. Удохнулся сразу. свирепые морские волны, пенищиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. То есть сравнился с деревьями, мало показалось. Волны морские поднимаются, с рамотами пенятся. Это христианство все. Это звезды блуждающие, им готовится мрак, вечный погибель. Да кто поверит себе? Это человек, а то злой такой может написать. Да у нас благодать, у нас монастырей столько, у нас епархий теперь в три раза больше, у нас столько архиереев теперь, а он ничего не видит. Вы деревья, дважды умершие, бесплодные, престоргнутые. Это говорит ко всем. Ко мне и к тебе. А мы не хотим, чтобы такое было. А как выйти из этого места? Принять Христа полностью, жить по его западе, а жизни своей не заботиться, не бояться никого, даже попов, ни трусости, ни корысти, чтобы ты цены деньгам не знал. Есть они, нет. Я их уже положил к ногам Христа. А теперь считаем. О них пророчествовал и Енох, седьмое от Адама, говоря, «Все идет Господь с отмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Точка. Говорит, Енох сказал, а этого нигде не написано в Библии. Оказывается, в первом веке была книга Еноха, она потерянная. И на нее ссылались, как на каноническую книгу. И когда уже все сказал, на земле все, праведников нету, а еще не все. Разгорели, это не все. Господь идет. Тьмы, это означает бесконечное число. Тьма, это означает 10 тысяч. Помножено на 10 тысяч уже миллионы и конца крылья. Он идет суд сотворить. Судом Божьим пугает дальше. И дальше придет Господь. Есть Божий суд на перстных разбратах. И во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Говорили в Бога Мать, ругались. За каждое слово ответите. Это никуда не пропало. Человек матерится, лжет, клевещет, придумывает. Это все всплывет. Срамоты эти все, как морские волны будут. Вот что такое. Дальше. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Так а какой ропот? Нам скажут, так это вы ропщики. Мы не ропщики. Мы свидетельствуем о том, что Господь повелел делать. Это ропотники в то время, которые роптали на прямой путь Господень. На путь спасения во Христе. На жизнь в Боге. Жизнь в святости. Жить по заповедям евангельским. Они роптали. Да так нельзя жить. Какая-то жизнь, никакой радости нет. Вот у нас дед, баба были. Они верующие были, иконы были. В карты всегда играли. У вас то нельзя, другое нельзя. Какая у вас жерва-то плохая, жестокая. Это мне говорили. И вот это все и есть. Это тогда было. Уста их произносят надутые слова. Надутые что? О, такое у нас людей столько там. Сегодня они столько. Это везде какой-то отчет. Семинарские отделы какие-то. Там миссионерские. А ничего нету. Пустое. Барабан пустой. Пустая телега. С пустыми сосудами. Вот оно что. Произносят пустые слова. То есть одно хвастовство только. А вот у нас столько-то собрались, говорили. А патриарх подвел итог и говорит, одни духовные развалины. И все кончилось. Проехал до востока. И когда вернулся патриарх Кирилл, то и дал отчет. Одни развалины. Восток и север потеряны уже. Все. Все. Захватили сектанты. Меня один вышел по интернету, говорил. Я православный. Но я в отряду в японской служил какой-то там конгрегации. Корейской. Корейской. Там вот заплату получал. Все. Православных-то нету. В хабаровских церковь нельзя было зайти. А сейчас, говорит, на пасхальный день придешь и пусто. Сектанты все подгреби к себе. Они оказывают лицеприятие для корысти. Вот так. Лицеприятие. Вот судят, допустим, двое. А кто может помочь? Этот может. На него и ставим. Вот как скачка конная. Какой конь хороший. На него и ставить, чтобы выиграть. И так и здесь. Вот у нас потеряевки там один год такой слабенький. А отец у него подполковник. Дружиняем Геннадий Петрович. С 38 года рождения. И он побыл у нас и вышел. Не нравится мне это у вас. Не, это нехорошо. Я говорю, а как надо? Ну, надо вот тут церковь ходить. А почему? Так Ельцин там ходит. Куда Ельцин ходит? Тут церковь надо щитить. Он ничего не знает. Пьяный все время, но он знает. С Ельцином хорошо. Он помогает государство разворовывать. Ельцин пьет его, он пьет. Он лечился все время. Я не знаю, чего он лечился. Корешок хрена, трехлитровая банка спирта. И он мне этот корешок доставил. Как говорится, не получилось хрена ничего. Лекарство хреновое настроение. Дальше. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Помните, что он сказал? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это и Синон, и Патриарх, и Епархия, и Миряне. Все попадают сюда по своим похотям. Все, любой грех оправдывает. Мне говорят, ну у нас же семинарии. Я говорю, для чего они нужны? Ну, что вы знали? Они ничего не знают. Я с ними разговаривал. Они опустошенные. Единственное, что он узнал, это когда угождаешь епископу, это хорошо. Верихий пост может жареную рыбу есть. А другое плохо. Я говорю, семинарии нужны для того, чтобы вы могли оправдать любой грех, любое беззаконие, любое отступление от истины. Они оправдают его. Он знает, что. Я говорю, бороду-то брить-то не надо. Зачем вы? А вы скажите, усы это борода или нет? Про них ничего не сказано. Ну, я говорю, что. А вот бакенбарды, как у Пушкина были. Это борода или не борода? Все, что касается, кроме волос головы, здесь волос другой совсем. Вот это вот все, вот это вот все относится к бороде. Он начинает доказывать. А вот Никона реформа была, она не отменяла. Тогда молились троеперсты. Как тут? Это все знают, троеперсты молились. Старабляцы, которые не покорились. Все давно молятся. То есть он оправдывает все. И каноны, будто и епископы соблюдают. Я говорю, епископы главные враги канонов. И 70 лет ни одной книжки не издали, они вскрыли их. По канонам-то они все должны быть запрещенные, гомосексуалисты. Навсегда. Извергнутые. А они друг друга, это голубое лобби, как Андрей Кураев говорит, защищают друг друга. Мерзность. Содом устроили под куполами. Как пишет Матюшин. Этот поет. Отец Роман-то. Хороги, говорит, пропахли табаком. Это знамена, когда несут где-то все. Стехотворение. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Не мы отделяемся. Вы отделяете нас. Вы. Вы. То есть вы выбрасываете нас там, вычеркиваете, а мы остаемся верными Господу Богу нашему. И всем правилам, которые были приняты апостолами, пророками. И что в русской православной церкви было. Ни один никогда не думал, что пойдут на какое-то объединение с патриархией. Да вы что? Ну кто? Ну первый кто Антоний Храповицкий. Ну дальше в порядку Пиларет. Ну да дальше Анастасий Виталий. И они хотели о том. Во сне не видели в кошмарном даже это. Это изменники. Вокруг измена, трусость и обман. Это прямо относится к православию здешнему и зарубежнему. Я уж про других не говорю это дело. Но нам Бог открыл на это глаза. Мы за тех и за других молимся. Но теперь мы не зависимы ни от кого. Они не могут теперь нависать, угрожать, запрещать. Ничего нету. Ничего. Дальше. Это люди отделяющие себя от единства веры. Какой веры? Евангельской. Душевные. Душевные это означает плотские. Не имеющие духа. Не имеющие возвышенной мысли о Христе. Чистовании во Христе. А вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей. Так, смотрите. Слово святейший в Библии встречается только раз. В Новом Завете и в Ветхом Завете в неканонических книгах. Вера называется святейшей. А сегодня патриарх. Ваше святейшее святейшество. Это вообще. Это вообще даже нельзя придумать. Как тючек писал о папе. Папа называет. И ваша непогрешимая греховность. То есть он не может без греха ничего у папа сделать. Так и эти. А у нас папа до последнего папенка маленького. Все, папа, папа. Интересно, почему не тятей зовут, а все папы. Это в каждой семье папа свой. Папа. Мы звали тятя. Тятя это понятно. Тятя, тятя. Наши сети притащили мертвеца. Пушкин писал. Он не говорил папа, папа. Папа один должен быть на земле. Запретить папой называться. Тятя. У нас тятя звали. А у мамы нашей они звали его тятенька. Еще более ласково. Как маменькая ее. Дальше. А вы, возлюбленные, наседая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Кто знает, что православный скажет, а ты молишься Духом Святым? Да ты что, я грешный, супергрешный, архигрешный, грешный, грешный, грешный. А тут Духом Святым. Он пишет обыкновенно, и они понимают. Молиться надо в Духе Святом, они даже не знают. Когда я сказал, что Дух Святой отвечает на молитвы, на меня набросит, да ты кого-то себя выставляешь. Ты что, пророк, что ли? Нет. Но пророческие слова исходят. Господь говорит, я верю пророкам. Они как огня этого боятся. Я говорю, святым избранным. Кто святые? Ну, я говорю, написано, верующий не грешит. Первое послание явно. Он не может понять, он не слышит. Я говорю, ну объясните, он не может объяснить. Ну, повтори. Нет, я грешный. Это поп говорит. Ну, написано, Павел пишет всем христианам, все святые. И он не может грешить. И причина какая? Очищенный через слово. И дьявол к нему не прикасается. Дьявол не может такого тронуть. Но к вам разве он не подходит? Нет, я вижу деньги, я перескочил, он ко мне не прикасается. Я не наклоняюсь. Понимаешь, они не верующие совершенно. Руководители. Ну, а народ, тем более, каков говорит поп, таков и приход. Это пословица. Еще. Так, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью. У нас был такой, принял крещение, все, и впал в грех. Пришел его поручитель и говорит, он говорит, на работе у нас, говорит, с женщиной встречается, и все. Мы его встретили, а он ходит. Так, так было, не было, он говорит, да. Я говорю, раздевайся только там, в кочегарке. Одежду сюда уже не заноси. Одежда сквернена плотью. Ну, где это сегодня исполняется, когда ходят они, шоркаются друг от друга в храме? Вообще, это не выполнить никогда. Мы можем выполнить. Почему? Батюшка его предупреждает. У нас, смотри, сколько оглашенных. И парни стоят, даже бордый бреет, он оглашенный. Он стоит в притворе, здесь, в этом коридоре. Пока не прекратит, пока не отрастет борода. Меня, когда из тюрьмы-то выпустили, там-то брили, там никто не спрашивает. Я вернулся, в храм не ходил, пока не отросла борода. А беседуют священники, на дом приезжают, там недалеко я жил, километров 30, может, от храма. И они приезжали. У меня вопрос. А если не знаешь доподлинно, что человек там в каком-то грехе, разве ты от его одежды сверняешься? Да, аппаратуру достану сразу. Я не знал, что вы будете говорить. Я думаю, только я буду говорить. Так, Галя, повтори. У меня такой вопрос. Если доподлинно я, например, не знаю, что кто-то ко мне приходит, например, и он грешит, я не знаю этого, я оскверняюсь от его одежды, если это касается. От того? Нет, конечно. Это говорится о знании. В Ветхом Завете было так, если женщина даже имеет обыкновенное месячное, или после рождения там девочки 40 дней или 80 дней, она должна быть нечистая, и она вышла на скамейки, посидела где-то в парке, а другой на эту скамейку сел к вечеру, он также оскверненный. И поэтому их никуда не выпускали, она из дома не выходила. И муж знал, что женская половина туда заходить нельзя. У евреев по сегодняшний день эта миква соблюдается. Миква. Каждая женщина стоит на учете и говорят, когда у нее начнется процесс. И когда проходит, мужчина к ней не приближается, это смертный грех. И когда она приходит, она опять известна, когда позвонила, у меня все кончилось. Так, приходи, в бассейн сейчас ты обвоешься, и домой приходит, и муж ждет. И что интересно у евреев? Это такое состояние, говорит, как он как-то сегодня женился. Так, жену дождаться не могу. А у русских никого нет, ни поста, ни креста, каждый день. И поэтому удовольствия-то настоящего-то нету от того, что жена рядом. Удовольствие, когда она далеко была, где не было, тем более она умышленно это делала, и делала это по любви закону Божьей. Тут особый настрой. Миква. Вот у нас эту микву-то и не было никогда у русских. Почему? Ее скрыли. Ну, без крыльев, ничего нету. Ничего даже не знают. Совершенно ничего не знают. Вот мы пришли к чему. А других страхом спасайте, чтобы не улучшались одежды. Священники, спросите, когда проповедовали в России, эти стихи прочитали. Когда? В каком храме? Найдите этого священника. Подставьте его патриархам. Сразу. В течение пяти дней. Возведите их в патриархии. А которые не знают, которые не знают, пусть учатся. Да, я имею в виду. А еще вопрос. Это говорится о братьях во Христе или без разницы какие? А без разницы мы их знать не знаем. Все говорится о верующих. И которые вокруг люди, он говорит, а они украдываются. То есть где среди верующих. Обольщают вдох. Дальше еще они украдываются. Крестные ходы по лесополосам. Все загадили. Кто это придумал? Крестный ход был вокруг храма. По-другому никогда не было. Чтобы ходить за тысячу верст, куда-то идут, где-то спят. За ними идет автобус, скорая помощь здесь. Что там говорить? Биотуалеты везут. От продажи удобрения только можно поднять хозяйство. Так не просто это удобрения, а святые удобрения. Я как-то задал загадку. Я говорю, а вы знаете такое, что есть такие млекопитающие, которые постятся точно по православным постам. Как это может быть? Ну, знаете или не знаете? Этого не может быть. Вы знаете или нет? Нет, пойдемте, я вам покажу. Потеряю тебе. Там на улице сортир. И видно, что оправляется, когда человек пост или не пост. И там мыши внутри живут, они питаются тем, что он падает. И они питаются молосым или не молосым. Да сейчас посчитали, что если все из туалетов забрать, которые есть, сейчас машины могут переработать. Там столько жиру, еще прокормить можно ползимого шара. В тюбики, ароматизаторы разные дать и никогда не догадались. Вот показывают. Из туалета пуль похлюпает. Ну, я скажу там, где это. Гонконг. И вот мэр города и говорит, у нас обстановка такая есть. И она говорит, это все перерабатывает. Как ты, из туалета? Все перерабатывает. Интересно. Ну, он дает ему там сосуд, там блестящая такая вода. Ну, будете пить? Пить может. Ну, будешь или не будешь, ты же не знаешь. Мужчина попробовал воду, говорит, хорошая роднику. Ну, как ты, из туалета взял? Фу, ты, я в рот взял ее. Обработает, ты не знаешь. Это курица. Вот я задаю вопрос. Скажите, вот вы видели, мужик упал пьяный, ты его взблевал, что ел? Ну, да. Ну, а вы видели, там другой харкал, что-то другой сопли, там, шматок. Ну, тебе на тарелку подать ты будешь? Чего попало, говорите. Ну, если в машину так сделать, ароматизировать, переработать, будешь? Никогда. Я говорю, смотри. Вот это, видишь, идет курочка. Смотри, она подходит. Вот вчерашнюю блевотину она съела, сопли подобрала, а курица все съедает. И через день она яичко такое выдаст, что ты его разобьешь, съешь и скажешь, какой вкусный омлетик такой. Человеческую машину, которая все это превратит в съедобное, ты отрицаешь. А божественно ты принимаешь. Ты глубоко веру, еще моргает, стоит. Ты курочку-то признал, а курочка-то все переработала, у тебя яичко на столе. Игнатий Ильич показывают космонавтов, и вот они показывают у себя в космосе. И у них этот круговорот, о чем вы говорите, кроме, конечно, дерьма. Его они пакуют и потом на землю привозят. А все, что жидкое, все жидкое перерабатывается. И он говорит, вот, приходится, еще так руками развел этот космонавт, приходится, говорит, свою, вот, пить. А ты помнишь, который в интернете заставит Берл, который там, выжить любыми путями? Да, выжить путями. Он из спецназа Англии. И он говорит, их знаете, как готовят, в Амазонку забросили, сейчас не помню сколько, 17 или 47 курсантов вместе с руководителем. Но руководитель оказался не на уровне. И все погибли. Вот там берег один показывает. Берег, усыпанный кораблями, которых прибило, и все погибли. Вот тут 47 человек, тут 28 погибли. Он один на это место его выбрасывает, он выплывает. И теперь прийти нужно до ближайшего города. Ближайший город там за 700 километров, допустим. Идти по раскаленной пустыне. И как он идет? Он видит кобра. Он к ней подбирается, наконец он ее убивает и сразу отрезает голову ей. Закапать, иначе она даже мертвую укусит тебя. Теперь с нее сдирает эту шкуру, отворачивается и опорожняется по легкому. Теперь она длинная, ну как грелка, поднимает и пьет. Выжить человеку нужна вода. И он пьет, ему никаких там ароматизаторов нет. И дальше, наконец, нашел кало, правились слоны. Обыкновенная пуща вот такая вот навальна. И он ее берет, поднимает, из нее течет, это жижа коричневая. И он пьет главная влага. И он вышел. А теперь остальное, остальное проще всего. Он знает все корешки, все деревья. А черепков вот этих вот здоровых. И там труп лежит, какого-то тюленя где-то, другой раз он на севере был. Он разрезал, а там под кожей черви копаются. Это белки. Берет и все это живет. Это белки, это жизнь. Выжить. И он проходит и в Линвальдах, и в пустыне, и в озере, в Амазонке. Показывает, как жить. Это герой. От него миллионы людей научились, как выживать. Главное выжить, добраться до родных и близких. И он здоровый, крепкий. А лягушку как в тоннель какой-то во Вьетнаме-то зашел. И такой, тут должны быть лягушки, точно. И вот так рукой, тьма кромешная. Рукой шагит, а, есть! И такой, и раз показывает, ну уже так фонариком, раз вытаскивает лягушка красная какая-то. Он посмотрел, повезло! Это, говорит, если бы была другого цвета, это ядовито. А это, говорит, хорошее. И так раз разорвал ее, и тут же съел вообще-то. Ну а потом, когда он ест, попался червяк, как мать сказал, мать скажу-ка, ест. Ох, отвратительно. Это нормально. Но это надо. Надо продолжать. Давай. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. То есть заканчивает тем, что впереди перечислил самое грозное. От всего этого Господь избавляет. Только поверьте в Него. Мир вот этот весь, он наполнил церковь. Это в церкви все. И от всего избавляет Господь, которому аллилуйя и слава. Вот такое коротенькое послание, одна глава. Вообще его нигде не проповедуют. Его как огня боятся. А я считаю, это бальзам на наши души. Настолько он хороший. Он все напоминает. Тебя Бог не пощадил, тебя не пощадит. Это 1 Коринфян, 10 глава, 6-19 стихи. Это написано нам, перечисляет всех этих, которые Бог убил. Нам, достигшим последних времен, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Это нам написано, нам. Бог называет святыми, искупленных им, хотя у них и грех. Грешащие выпадают из церкви. Почему церковь и отлучают от церкви, потому что их уже нет. А сейчас не отлучают, значит, понятия от церкви никакого и нет. Все может быть только это одна мимикрия. Просто театр играется, и больше ничего. Почитайте Феофана Затворника, Игнатия Брянщинина. 1275 монастырей было. Нарисуй. 1275. Наложи столько картошек, а то у тебя где спичек столько наложи. И только 4 монастыря, где маленькая жизнь теплилась. Это уже в России было. В России, чуть подальше Кушкина. Вот как. Феофан Затворник говорил, поколение, ну много два, поколение не больше 25 лет считается, а следующее уже, дети рождаются, новое поколение. Православие в России исчезнет. Его не будет. Понятно? Они видели это все. И то, что сегодня нам подают под эгидой православие, оно вообще никакого отношения не имеет. Одна обрядность, вот это вот, все это строится, как мимический театр какой-то. Я вот сколько встречался с православными батюшками, которые имеют общение с сектантами. Он сходил, побыл на молитве 50-ников. Я попросил его на трех томик, ну ты знаешь, в Красноярске, сходил, в Шевченко Тони отнести. Девушка такая была, когда-то я за нее сватался даже. Осень она хорошая. Ну и он увидел, как они морятся. Я приехал неделю через две. Это благочинный Красноярского края, Бурдин, отец Александр. Академию Московскую закончил с красным дипломом. Их три брата священники. И он не может опомниться. Я видел, как молятся. Как они молятся. Да у нас никто не молится так. И он, он-то православный. почему он это принял близко так к сердцу. Если бы не вы со всеми вот этими нашими занятиями по изучению сектантоведения, как вы даете ответ вопросов, то я бы, когда пришел к ним, вот туда, на летчиков 41 называется у них там. Это они там молятся. Это старинные, старинные еще адвентисты, да, по-моему, это они адвентисты, да? Да, седьмого дня. Седьмого дня, да. Еще, вообще там очень много стариков, ну молодежь есть. И те, которые сейчас новые, они с ними не очень знаются. И когда я туда пришел, они сразу молились все. И потом старший стал у них, Илья, там, пастор, и говорит, у тебя есть, брат, слово к народу Божьему? Вообще это, если бы меня Игнатий Ильич не подготовил, я бы, конечно, растерялся. Но я уже подготовился, думаю, ну, без слова к народу Божьему, это что бы я приехал-то? Я говорю, есть слово к народу Божьему? И вышел, и говорил с ними, 4 глава Иоанна, в Самарянке у колодца Христос встретился и сказал, спасение от иудеев. Я православных сделал иудеями и отсюда, короче, вывел всю эту подноготную. Сказал, что им надо в православие идти. И они меня там потом так благодарили, там так, мы, говорит, всем сейчас молимся, говорит, за вас вообще, сейчас будем все знать, говорит, вы тут хорошо, что привезли. Там Татьяна, кстати, с Николаем были, молились. Погромче говорить это. У меня такой вопрос, а что они имели в виду, кто такой народ Божий? Ну вот они сказали, как вам? Адвентисты, которые... А, они себя почитали за народ Божий, или как? Ну, а что? Да. Они христиане. Я бы вышла, наверное, тогда. Ну, сектанты, иеретики, но это все равно Боже на нас. Вам не требуется, конечно, вам туда и попадать-то лучше не надо. Ну, понятно. Еще знаний не хватает. Вам не хватает любви. Видите, в чем дело, говорят, а что у нас общего с ними? А Ян Златоуц говорит, все общее, и два глаза, и два уха. Адам общий. Это секта, да? Это секта. Секта, дальше баптистов еще заблудилась. Но это единственная секта, в которой начался путь возвращения к истине. У них учения о Троице не было. И вдруг они приняли учения о Троице. Это больше никого не встречал. Это очень важно. Вот смотрите, мы говорим, это его жена. А пишем не его, а его. В чем ради его-то встало-то? Его. А пишем его. И вот людям теперь, давайте договоримся, будем считать так, как написано. Если его, значит его. Вот одну букву переименовать и русским людям это не сделать. Не сделать. Так и будут его говорить. А евреи сумели весь язык изменить. Искусственно. И вернусь еще. Они сейчас у них искусственный язык. Да. Еврит. Разговоры-то и иди, чтобы не было. Видите как? Это такая нация. Допустим, у нас книга с какой-то там ошибкой, страницы нету. Как узнать? От руки же переписывали. Один ошибку одну допустил. Евреи поставили задачу. Книга-то все у нас от евреев взятая. Библия-то. Это евреи писали-то. И они во всем мире сумели убедить евреев сдать свои книги. во всем мире до единой книги сдать. И сверить. И засели, и стали сверять. И тогда, когда нашли уже истину, которая есть, тогда вот одна с ее берем, остальные уничтожить. Это вообще весь немыслимый. у нас была еврейка здесь, она говорит, а вы знаете, что у евреев за две тысячи лет ни одного человека не было неграмотного. Как? Ни одного? У них цель большая. Ты вот ее дочери, она балуется где-то, ты ее как учишь? Не надо баловаться, а то я тебе нахожу, ты больше ничего не можешь сказать. А то вернусь домой, шоколадки не дам. Вот он балуется, что с ним сделаешь-то? Он балуется, и ты ничего не можешь с ним сделать. А еврей знает, он с ним разговаривает, Андрюша, ты не забывай, ты еврей. Андрюша, тебя Бог Евгова любит. Ты не можешь этим гоем русским показывать, какой ты есть. Ты должен знать языка 2, ты должен музыкальную консерваторию кончить, военную академию, ты должен уметь писать стихи. Андрюша, тебе руководить миром, миром, не этими гоемами. И вот у нас ребятишки салонеты играют, а у них там дней 10 дадут и дальше учат летом. У них цель целой нации. Целой нации. И они учат все. Вот начальник как с ним разговаривает. Понимаете? Вот Филипп был такой император, назовем его, в Греции. Да. Ну, царь. Пришли послы из Персии, пришли, а ему говорят, его нет, он на фронте. Да. А сын-то подрастает, Александр, ему было 6 лет. Ну, 6 лет-то. Ну, возьми, вот он сидит, ему уже больше. 9. А он услышал и говорит, а я могу принять послов другого государства. А он-то наследник посоветует, говорит, а почему не принято? Ну, и пусть примет, им сказали. И он, ну, у него наследник, он может принять. А сколько ему лет? 6 лет. Ну, 6 лет. Так у нас же вопросы какие важные надо решить. Ну, хотите побеседовать, побеседуйте. И вот пришли они. А он сидит вот так вот, ногами-то не достает, ну, как ребенок ногами-то, Маши. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. А откуда вы пришли? Да мы издалека, Персия. А далекая-то от нас или нет? Ну, они думают, ребенок. Ну, мы шли сюда, ровно одна неделя прошла. А к вам дороги хорошие? Они еще не догадываются. А потом спрашивают, а широкие они? Они переглянулись, послы. Эти вопросы военный начальник может задавать. А у вас военных солдат много? Они вообще не знают, что отвечают. Выдавать тайны государственные. Ребенок 6-летний. И они, когда вышли, говорит, пропали мы, он, говорит, придет к власти, он победит нас. И так и получилось. Всемирная известная держава рухнула у его ног. А у него все там, я знаю, за 30 тысяч, что ли, войско было. Александр Македонцев. Слышали? 25 тысяч. 25 гетеров. Сейчас пишет 30 тысяч. Гетеров вооруженных. Вот так. Ребенок маленький, почему? Отец его брал везде. Но скажите, какой у нас правитель берет? Я знаю пока только одного, который везде берет, даже два. это Рамзан Кадыров и Лукашенко Александр. Он везде ездит с ребенком со своим сыном. Он его готовит. Готовит, а потом дома разбирает. Ты, сынок, как бы вот тут я ответил? Я так ответил. А как бы ты ответил? Вот так. А ты видел, когда дяде говорил, он так губу припусил, да? Это коварный человек. А ты видел, как он, когда выходил, он так подмигнул? Да, видел. Это очень хитро, его надо опасаться. И он уже все это впитывает в себя, он это знает. Как посмотрел, как моргнул, как пошел, как шевельнулся, какие вопросы. В машину не полезет уже к чужому ягу? Нет, нет, нет. Ни один, ни одна. И знакомиться не будет. Да, это точно. Ну, вы знаете, Соломея фильм когда показано, и он там императорский, там какой, ближе к императору сын, и он ее полюбил, дочь, которая плясала Соломея, и Родиады, дочь, из-за которой Ивана Христителю голову-то отсекли. И он ей пообещал, она плясовится, там чудесно пляшет, там заглядишься как, в интернете показывает. Там, если один танец такой увидишь, ты забудешь, что нельзя танцевать. Ну, однако, дали на рассмотрение императора, император посмотрел, так что, влюбился, влюбился, выслать ее отсюда из страны. Все, и она уже в караване, качается, едет. А ему пришли, сказали, ну ты, какой же ты муж, что тебе только сказали, прости меня, прости, я не могу против пойти. И вот дочь императора, ей говорят, ты кого-то любишь, да, говорит, я люблю этого начальника. Нет, не так. Вот это государство, а другое, нам нужно с их принцем повещаться, чтобы войны не было. Ты выйдешь за ним, она у глаза не видела. И она сложила руки, все, как говорит, да будет по слову твоему. Нам-то, христианам, это вообще непонятно как. Вот она, если у тебя влюбится, в кого-то, тебе ее не удержать уже никогда. Она через порточку свесится туда, скажет, я никуда не выходила. А через 9 месяцев узнаешь. Вот и все. Там этого нету. Я говорю, мусульман, сохранность девственности 100%. Нам есть чему поучиться. А про нас, вот, это послание говорится. Послание Иуды. Какое оно угрозное. Все самые большие наказания. Он собрал и говорит, это для вас. Все, не все у нас кончилось? Сколько времени? 10 минут еще. 10 минут, это мы можем отдать. Так, я хотел спросить ребятишек, они хоть что-то понимают или нет? Понимаю. Ну, вы понимаете, что нужно жить так, чтобы хотя бы внешние люди нас не судили? Да, Да, да. Но монахи подошли, он старец лежит уже при смерти. А вот, дай нам какой-то наказ. Он говорит, ударит в одну щеку, подставьте вторую. Они отошли, посоветят. Вот тебе этот подойдет, ты выдержишь, а чего ради держать буду? Я ему как-то дам, говорит, и щелест сверну. Так, подошли, говорит, а мы этого не можем сделать. Ну, не можете, ну, хотя бы, не злословьте. Так, а то что, а мы можем не заходить? Ну, как же так? Он меня обматерил, я ему три этажа дам. Подошли, а мы этого не можем. Он говорит, идите отсюда, все вы свиньи. Дал им наказание. Все вы свиньи. На свет на модли уже. свиноеды, все вы свиньи. Если самого простого не можем выполнить, а что толковать, о чем-то, кого-то судить, нам не судить надо, а учиться, да-то. Я постоянно говорю, учиться болеть, учиться умирать. я уже учителей знаю, хотите научиться болеть правильно. Я вам дам человека, 14 лет лежит на вытяжку. Здоровый по два метра парень, который весь мир этот перед ним был открытый. И он получил удар такой, позвонки все там, семь позвонков разлетелись у него. И он 14 лет парализован. И делает за трех мужиков сегодня все. Рисует какие иконы, а шевелится только плечевой сустав. Вот так вот пальцы скручены у него. И вот он пишет, выступает. Он мне столько по интернету сделал. Вот увидел, у меня колонки плохие. Тоже прислал денег, купили. Увидел наушники, тоже купили. Увидел наш сайт, какой есть. А он у вас не очень профессионально. Надо лучше сделать. Я его не просил, он сам. Я говорю, и как? Ну, я нанял хороших программистов из Израиля, из Беларуси. Так это сколько стоит? Ну, я заплатил им 300 тысяч. 300 тысяч? За сайт? Да мы копейки же не отдали-то. Ну, для дела Божия. Это друг. 300 тысяч отдать. Я не могу даже в это, скажу по-честному, поверить. У меня не вмещаются, потому что я за 300 копеек дрожу. Я каждую копейку берегу. Это знают только люди рядом со мной живущие. Вот как. На меня нападают роботы. Роботы. Сотни больше в один день. Роботы. Из космоса лезут. Я не могу. Программисты ничего не могут. Он говорит, попробуем. И отбился практически за неделю, один только проскакивает. Сумел такое решето поставить, не могут пролезти. Почему они мой сайт избрали на форуму? Прямо оккупировали. Я не могу ничего сделать. Я засел на три дня, полторы тысячи их выбросил, роботов. С какой целью они, не знаю. Но я сердцем чувствую недобро. Я пока их оттуда высчитал, а новые-то наплывают. И он сумел мне это сделать. Парализованный. Вот прикинь теперь это все. Вот, пожалуйста, учиться болеть. И он говорит, вот сейчас мы разговаривали с ним на этой неделе, и он говорит, вот сейчас бы мне дали, ну, чемодан в долларах. И сказали, вот тебе теперь иди, хути, ты здоровый, все тебе. Ну, только возьми чемодан, не возьму и буду лежать. Кто может так сказать? За один доллар душу продадут. А он чемодан. И в руки не возьму даже. Чтоб только остаться лежать. За доллар продадут. Двойное, говорит, счастье не болеть. Двойное счастье болеть и благодарить Бога. Что-то такое он говорит. Продают. И везде подписывается парализованный иконописец. Это живой человек сейчас только. Вот только с ним разговаривали на неделе. Ну, а есть люди, которые учат умирать. Но это уже узнаете на том свете. А у тех, которые умерли. У него есть такое извечение, на его сайте у Сергея парализовано. Здоровье это дар Божий. А болезнь бесценна дар Божий. Вот как. Слава Господу. Первую очередь прослезилась болящая наша. Ну вот. Молить за Сергея Раба Божия. Я молюсь, конечно. Вот так. Вот надо находить людей, которые для нас могут быть как маяками. Людям это необходимо. Подражайте мне, как я Христу. Подражать болеть. Вот я, когда ударило меня вот это, вот заболело что-то, я думаю, какая это болезнь. Вот лежит. И он иногда показывает, как у него там вот откачивается из живота, в живот трубки там воткнутые, что там выкачивают. У него ничего не работает. Показывает, какие камни прошли у него. И колючие все, и как они раздирали у него. Проход этот. Сказать невозможно. Даже, смотри, я не могу, у меня все сжимается, и промежность, и спина, и я умираю от страха. Это сегодня в нашем, да сколько таких в мире людей-то, которых мы не знаем. Я про одну читал. У них какая-то болезнь, что ее повернуть нельзя. Если врач ее переворачивает, один перелом будет, или ребра, или еще чего-то. Перевернуть нельзя. Друзья, у меня десятки переломов. И теперь посмотри, какие дети. Ты бы видела, как они у меня борются там. Какие твои девчата сильные. Ну, боролись? Да. Боролись? Да. А, Грюш? Да. Ну вот, видишь, а ты, Тарасия? Да, Тарасия. Вот так. Ты побегу не выгнал. Надо Бога благодарить. Как у нас все хорошо. Сегодня день общины. Вот мы собрали здесь. Вот пришли наши лагерные здесь. Так, Елена, вам не отказано, только позвони, что если придете. Голодные тут не будете, видите, как. Игнать Ильич, я могу отвезти их до дома? Да, отвезти обязательно. Так, собирайтесь сейчас, помолимся. Единственное только момент, я не знаю, вы как с Андрюшей-то ездили? Все сразу приехали? Даже еще и я ехал. Еще и ты? Как вы там ехали-то? Там много, как-то. Ну, как-то, не знаю, надо придумать. Дело все в том, что их же детей по головам, считают милиционеры. Страховать могут, тем более у тебя кресел нет. Да, мы помаленечку пойдем, пойдем и поднимемся в гору. Нет, спасибо, у тебя машины нет. У нас тут нет машины? Помаленечку, мы дойдем в свежий господин. Ну, за два этапа. Вы, Игоря, есть. За два этапа можно сводить. Колводки тонкие, не простой. Сергей, призывайте. Тепло на улице. И как под носом тепло у вас? Ничего себе. А в следующий раз подойте, так же машину прислали. Достойно. Достойно есть. Всякого истину. Блажите Тя, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения серафим, Безысления Бога снова ручную, Сущую Богородицу Тя величает. Игорь Михайлович. Господи Божий наш, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, услыши, прими нашу молитву и исполни ее. Даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. И вразуми правителей, сохрани от покушения на них. И даруй духовное рождение свыше патриархам, папам, священникам, епископам и паствиям. Между нами добудись всегда по слову Твоего мир, любовь и согласие. Посети плененных убиваемых, прими их в обители вечные. Соблюди это место для царства Твоего. Пошли добрые жители вселения наше, расширь пределы общин и всех благослови на благовестие. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец наш Небесный, прими нашу молитву и зияния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, Господи Божий. Прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и слышит о раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. А вы где живете? Да, вы даже вот.